Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о самых значимых и интересных трансферах, состоявшихся в России за последнее время. И поболтаем о Краснодаре, который объявил о покупке трех африканских игроков. Ну, правда, назвать их новичками язык не повернется, потому что они еще в прошлом сезоне выступали на правах аренды, но теперь они уже окончательно выкуплены и закреплены за быками, за футбольным клубом Краснодар. И давайте разберемся, насколько это правильное решение, смогут ли эти африканцы помочь команде, и насколько хороши и велики их перспективы. Смогут ли они реально стать футболистами уровня топовой команды РПЛ, которой я по-прежнему считаю Краснодар. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор – компания Балтбет, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги ничем не рискует. Итак, касательно этой троицы, сразу следует отметить, что здесь достаточно интересная ситуация сложилась, потому что все трое в свое время уже выступали в России за футбольную команду из Геленджика. Вот так вот все интересно. Они играли на юге России, ну и сейчас они тоже переходят как бы всей тройкой из одной команды в другую. Они выступали за футбольный клуб Ботев, который, кстати, принадлежит Зингаревичу. Это такой вот российский богатей, который в свое время владел, например, футбольным клубом Рейдинг, ну а сейчас, скажем так, в силу определенных обстоятельств, вот пошел на понижение, владеет болгарской командой Ботев. Поэтому здесь достаточно тесные связи у этих ребят были с Россией, и их начальник, так скажем, последний был россиянином в том же самом Ботеве, и до этого они выступали в России. Поэтому, наверное, они и смогли так быстро и оперативно устроиться в наш чемпионат, причем в достаточно серьезную команду. При этом хотелось бы отметить, что на данный момент из данной тройки есть один футболист, который выделяется, который действительно впечатляет, это Оля Сегун, а вот остальные, ну знаете, такое ощущение, что это как некоторые там провинциальные жители, или, например, жители ближнего зарубежья, которые переезжают в Москву. Переезжает один такой самый активный и самый такой амбициозный, а потом подтягивает своих земляков, родственников и так далее. В общем, такой, знаете, семейный или национальный подряд получается, потому что Оля Сегун, который в прошлом сезоне стал основным форвардом, ну он, скажем так, достаточно серьезно впечатлил российскую публику, от него ничего вообще не ждали, а он оказался очень способным и интересным нападающим и выручил команду в трудный момент. А вот что касается остальных двух нигерийцев, ну, Акаронкво запомнился только своей замечательной фамилией, которая отослала нас к РПЛ 2000-х, когда, помните, был Айзек Акаронкво в футбольном клубе Москва, классный, кстати, был защитник, а вот нападающий Акаронкво нигерийц как-то не особо впечатлил, потому что у него и травмы были, и другие проблемки. В итоге забил два мяча в четырех матчах за Краснодар 2 и провел два матча, ну, там, какие-то минуты в РПЛ. Остальное время либо лечился, либо еще какие-то проблемы были. Короче говоря, пока не впечатлил. Ну, а что касается Ндука, центрального хавбека, также нигерийского, ну, здесь вообще ни одного матча за основу Краснодара, четыре матча за дубль. Короче говоря, тут такая история, что есть один ярко выраженный такой лидер в этой тройке, и мне кажется, что здесь Краснодар, возможно, и хотел купить только Оли Сёгуна, который действительно здорово себя показал, но потребовали, видимо, оптом покупать всех троих. Ну, и как-то договорились, учитывая, что в Ботеве российские владельцы. Касательно Оли Сёгуна тут все понятно. Парень интересный, парень перспективный, он молодой, и он, например, в отличие от Коронкого Индука, он, например, вызывался в молодежную сборную Нигерии. То есть, в отличие от тех ребят, которые не считаются суперталантами на родине, за этим следят, на него рассчитывают и так далее. При этом, ну, скажем так, он показал более целостные выступления во второй команде Краснодара. Все-таки 19 матчей, провел 6 мячей, голевая передача, ну, потому что у него проблем с травмами, таких не было. Ну, и плюс в РП успел засветиться, отдал 2 голевых ассиста и в целом показал неплохие способности. Техника, скорость, работоспособность, то есть парень любопытный, есть с чем работать. Есть и проблемы, но это как раз повод поработать с футболистом, например, с его реализацией, с его умением наносить удары. Здесь, как мне кажется, главная проблема в том, что он скорее оттянутый форвард, вот по моим ощущениям, а использовали его на острии атаки. В следующем же сезоне, когда вернется Кордуба, когда, возможно, еще кого-нибудь подпишут из хороших форвардов, у Краснодара будут варианты на острии атаки. И тогда Оли Сегун может оказаться в более, как видимо, подходящей ему роли оттянутого флангового и так далее форварда. Поэтому здесь подписание вполне себе уместное и логичное. И мое мнение, что Краснодар, ну скажем так, поступает дальновидно, потому что всего полтора миллиона потратили на этих троих. И даже если брать одного Оли Сегуна, на мой взгляд, он эту полторашку стоит. И он это окупит, потому что игрок перспективный, мы это видим, он с талантами, он может раскрыться, ну и как минимум какие-нибудь деньги принести. А по факту он может быть неплохим вариантом для самого коллектива на ближайшее время, если раскроется, зажжет и так далее. Что очень важно, это игрок из Африки, как и его соотечественники, а стало быть, там не так остро стоит политический вопрос. Это вот у европейцев, сами понимаете, полная жопа. Там Рыбус подписал контракт со Спартаком и все. Там на уровне министров польских выступают и возмущаются, какой мерзавец Рыбус. А в Африке или Латинской Америке у них восприятие всех этих европейских дел, ну примерно такое же, как у нас восприятие какой-нибудь гражданской войны в Афиопии. Или там ситуации в Сомали. Что-то там у этих черных происходит. Вот так же эти черные, думаю, что-то там белые опять замутили. Нам-то какое дело, поехали играть в футбол. Поэтому здесь, ну скажем так, эти активы более надежные, чем тот же самый Бутхейм, за которого бабки заплатили в Краснодаре. А он взял и слинял, еще и кинул клуб. Поэтому здесь, ну мне кажется, что это логичная сделка. Кто-то, конечно, сейчас будет рассказывать, а как же дубль, а как же система клуба, а как же воспитанники Краснодара, про которых так много говорит Галицкий. Но давайте вспомним, что в прошлом сезоне мечта Галицкого сбылась. 11 воспитанников в составе мы увидели. То есть дождались того самого исторического момента. Во-вторых, ну при всем уважении к Академии Краснодара, все-таки нужно ее как-то разбавлять футболистами из других спортивных школ, в том числе из других спортивных систем. Потому что хорошо, что есть комбинационные футболисты из Краснодара, которые играют в пас и выстраивают вот эту краснодарскую тикитаку. Но нужны футболисты, например, с африканской пластикой, способные на какие-то дерзкие прорывы и так далее. Поэтому здесь комбинация разных стилей – это обязательная вещь для современного футбола. Ну и в конце концов мы понимаем, что сейчас, скажем так, мы оказались в такой ситуации трансферного рынка, когда иностранцев, особенно из Западной Европы, хрен зацепишь российским клубам. Потому что, ну, футболисты из этих стран, наоборот, сваливают из России, они едут сюда. Российские футболисты из-за этого снова подорожают. Латиноамериканцы и африканцы, там, какие-то раскрученные, они тоже будут недешевыми. И поэтому подписать перспективных нигерийцев, тем более один из них уже показал себя, ну, это неплохой вариант. И для ротации состава, и для глубины, и для резерва, и для того, чтобы были какие-то варианты на будущее. Потому что, сами понимаете, российские футболисты, в том числе и из системы Краснодара, это, ребята, специфические. Мы знаем, что наши игроки, наши, скажем так, молодые таланты, очень часто просто вот сходят с ума из-за денег. И мы вспоминаем, как в Краснодаре вот начинались скандалы вокруг того же самого Игнатьева. Были слухи про Уткина, Сулейманова, Сафонова, что все они требовали больших бабок и так далее. И торговались за огромные контракты со своим клубом. Вот у африканцев, наверное, такой вот просто вот сумасшедшей золотой лихорадки не будет. Потому что для них, в принципе, российский чемпионат – это шанс, это возможность проявить себя. И поэтому они, наверное, будут иметь несколько иную мотивацию. Да, они, конечно, тоже не бесплатно будут играть. Но у них нет таких позиций, чтобы выторговывать огромные деньги, как у некоторых молодых ребят, в том числе и из системы Краснодара. Поэтому здесь, наверное, логичная сделка. И посмотрим, будут ли в следующем сезоне прогрессировать эти африканские ребята. Они выступают на тех позициях, где могут пригодиться первой команде. Это касается и атаки, где не хватает глубины состава, и полузащиты, где сейчас за спиной у Черникова, Спертиана и, например, того же самого Кривцова особо нет резерва. Не знаю, Газинский уехал, некоторые другие футболисты тоже уехали. Девильена не хочет возвращаться. Поэтому, скажем так, у Мдука, вот этого африканского центрального хавбека, будет как минимум шанс проявить себя. Если он, конечно, будет достаточно хорош в дубле Краснодара. А уж что касается Оли Сегуна и Окаронко из линии атаки, ну, там ситуация, опять же, очень сложная. Поэтому все эти ребята могут в следующем сезоне пригодиться. Тем более, если будет Кубок Лиги, добавится еще несколько матчей в сезоне. И тогда уже Краснодару нужно будет достаточно плотную ротацию вводить, чтобы хватило сил на несколько фронтов сразу. В общем, как-то так.